Сейчас полицейские устанавливают личности граждан, устроивших масштабное телефонное минирование. Напомним сообщения о заложенных взрывных устройствах в школах, больницах, вузах и торговых центрах. Массово начали поступать в пятницу 25 января. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить не только кто звонил, но и откуда шла эта рассылка. Кстати, от действий злоумышленников пострадала не только Амурская область, но и ряд других регионов. Всего было свыше 30 зданий по сообщениям о минировании. Провели обследование, эвакуацию граждан, которые там находились. При обследовании никаких взрывных устройств не обнаружили. В настоящее время у нас возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление. Продолжается расследование и другого не менее громкого дела, в котором фигурируют вексели-держатели финансовой торговой компании, оформившие документы на бумаге в банке АТБ. На сегодняшний день официально пострадавшими от этих сделок признано почти 300 амурчан. В настоящее время в одно производство соединено 107 уголовных дел по аналогичному факту, связанному с приобретением векселей гражданами, проживающих на территории Амурской области. Всего в настоящее время мы признали потерпевшими по данному уголовному делу 286 жителей Амурской области. Это жители как областного центра, так и районов. Расследование продолжается. И уже по итогу расследования мы сможем вам дать более подробную информацию. Внутренняя проверка проводится и внутри ведомства. Служба о внутренней безопасности полиции должна дать оценку действиям участкового из Белогорска, который без подтверждения медиков констатировал смерть женщины, которая позднее ожила в местном морге. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти так и не смогли. В данное время сотрудник правоохранительных органов продолжает работу. Она еще не закончена. Когда будет закончено результат, мы вам сообщим. Еще в стадии проверки. Идет расследование уголовного дела и в отношении хозяина приюта «Дружок» в селе Чигири. В данное время Вячеслав Золотарев взят на два месяца под стражу. Его обвиняют в жестоком обращении с животными. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В целом, как было отмечено на брифинге, в прошлом году количество преступлений на территории области снизилось на 5% и составило 17 536 дел, из которых смогли довести до суда больше половины. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.